привет в этом видео я покажу как можно сделать вот такой вот простенький дымок вообще он может быть любой форма которую вы захотите но я покажу примерно что-то такое без каких-либо симуляций которые могут нагрузить вашу систему а вот и вы будете полностью управлять той формой которая будет у вашего дыма по этой скажем так это видео оно создано по просьбе тоже одного человека в инстаграме который мне написал точнее написала и попросил меня вот показать что-то подобное как можно сделать дым без симуляций а вот и давайте начнем я буду это все делать на заготовленной сцене так как я буду показывать только как сделать такой дым но справедливости ради я эту сцену возьму добавлю на куда-то загружу и прикреплю ссылку чтобы вы могли скачать и рассмотреть ее подетальнее потому что я думаю что это может быть для вас интересно вот чтобы вы могли добиться например полностью того результата который будет у меня и значит давайте начнем что у нас есть пока что просто вот такая вот заготовка базовое освещение hdri light ну и несколько реалайтов вокруг вот и это все собственно что есть но немного ну вот солнце есть нам что-то сделать по рубликов вот да а так ничего такого и значит чего мы начнем пока что я просто скрою с помощью речь вот этот вот блок чтобы он мне не мешал и как мы будем делать дым мы будем сначала делать его мэш то есть его форму примерно которая у него будет я предлагаю это делать через метаболы потому что это достаточно быстро и удобно то есть у нас есть вот такой вот шарик давайте вот примерно вот так вот и меньше и сейчас просто shift d и уменьшаем скейлом лепим ту форму которую мы хотим для нашего дыма там если есть какие-то референсы этого делаем по форме облаков но я буду это делать примерно по ощущениям как я хочу чтобы это выглядело значит просто shift d и вот так вот таскаю она здесь как вы видите лепится друг с другом вот делаю какие-то формы и собственно леплю наш дымок ну вот ничего сложного абсолютно что-то сюда так и пока что вот такая вот форма меня устраивает может быть еще может быть еще вот вот так как то сделала чтобы она была таким более хаотичный затем что надо сделать вот здесь выделяем с шифтом все вот эти метаболы мы их выделили object convert наш все у нас есть вот такой вот наш примерно по которому мы будем делать наши облака но вы можете сделать эту форму абсолютно другими способами сейчас глава добиться вот такой вот болванки для для дыма на затем что нам нужно мы можем ну разочек применить subdivision просто apply чтобы просто было больше грани чтобы она была чуть более сглажены и затем что мы делаем делаем volume empty вот тут он у нас добавился затем на что волю и пипетим наших нашу вот эту вот форму все мои запипетили теперь вот эту форму ее можно спокойно вот здесь вот спрятать у нас есть вот такой вот дымок но это еще не совсем то что нам надо что мы делаем мы density повышаю повышаем до 3000 например ну тут тоже мы можем регулировать именно плотность скажем тогда нашего дыма вот вы видите вот то есть совсем что-то такое легенькое какой-то пар и например что-то такое плотное совсем но я поставлю на 3000 мне этого будет достаточно и затем важная настройка воксель и маунт сейчас если вы посмотрите то она достаточно такое вот квадратные местами вот тут можно увидеть определенные углы но если мы поставим воксель и маунт например на 200 ну вот она стала таким более гладким и теперь что давайте 200 оставим пока что и добавим волю displays здесь же пока ничего не изменилось но мы будем делать displacement для этого дыма чтобы сделать его более реалистичным и это является на самом деле плюсом данного метода потому что мы можем сделать абсолютно различные интересные формы просто с помощью текстуры нажимаем не что-то уже поменялось скакануло переходим в текстуры и здесь ставим clouds вот и мы уже видим определенную форму для нашего дыма и это уже на самом деле напоминает именно то облако которое нам должно подойти давайте я вот тут скрою чтобы было чуть более заметно и что мы можем делать мы можем регулировать пример сайт то есть какие-то более такие мелкие что ли обрючатые облакам можем наоборот делать таким покрупнее что-то такое но давайте выберем какой-то такой форме который нам больше всего нравится вот я пока остановлюсь на этой собственно и вы конечно же можете например добавить еще один еще volume displays сделать ему новую текстуру текстура вот 02 у меня есть тоже перехожу в текстуру 02 выбирая ее например ну и тут например что-нибудь другое вороной да какой-то и вот что-то интересное появилось то есть так давайте не вороной давайте там дерево да и вот смотрите какие интересные полоски этого всего это я показываю просто чтобы вы понимали что с этим можно экспериментировать magic вот смотрите какие интересные штуки у нас получаются на давайте удалим вот эту часть она нам сейчас не нужно она в принципе не нужна так-то применил x текстура 02 на на текстуру 0 1 все мы вернули затем режим рендера смотрим очень симпатичная облачка снизу я его подсветил и сейчас покажу как я его подсвечивал просто снизу area light который направлен вверх сверху та же самая история немножко сбоку вот ну и остальные источники света они подсвечивают в целом весь этот дым тут ничего такого для мне то есть если сейчас вот возьму зацепились вот это горел и мы увидим что без него внизу тень ну может так даже лучше но пока я ставлю так чтобы она подсвечивалась затем что мы можем сделать еще опять же если вы хотите поменять немножко эту форму вы просто включаете метабол с которым вы ранее уже работали вот здесь вот и просто его деформируйте и потом весь дым он повторит вот эту вот форму это для каких-то мелких изменений далее что она сделать это текстура давайте текстура сделаем для вот этого дыма мы его выделили нажимаем new если создался principal тволью основное что мы можем здесь менять тенденции колор на самом деле мне кажется что остальные настройки они не так важны поэтому я просто покажу что мы можем например вот взять желтенький цвет и смотреть какой классно у нас облако получилось конечно же мы можем его по разному подсвечивать и добавлять различные цветовые пятна ничего мы можем добавить градин текстуру например color рампу вот подключаем цвет ну и например вот тут я возьму синий а вот здесь я возьму там розоватый не туда секундочку вот здесь розовенький и вот такой вот тоже интересный эффект получился в этого облака то есть вы тоже опять же таки можете экспериментировать с различными градиентами и прочими вещами которые могут вам только прийти в голову я пока ставлю вот такой вот желтый цвет нажму alt h чтобы вернуть вот эту вот свою колбу что ли она создала определенные тени внутри ну и тоже мне кажется из этого облака стала смотреться только интереснее в целом если вы например возьмете сделаете вот возьму что-то такое интересное давайте давайте конус просто конус как-то его разверну но тоже мы сделаю какую-то такую интересную форму просто просто что угодно просто что-то что-то такое вот что-то такое и не не знаю например мы это там применим там например накиним сюда simple deform как-то покрутим это по интересному давайте что-то получше что-то такое например еще один simple deform где вот вот давайте что-то получше что тут еще можно такое придумать ну давайте вот просто band какой-то там условно что-то такое и затем мы возьмем там накинем возьмем опять же таки создадим empty объект volume empty вся та же самая процедура что и ранее мы что воли им сюда нажимаем и прячем например вот этот вот конус который мы ранее сделали та же самая процедура это я просто показываю что чтобы вы понимали как можно работать с разными формами что в этом ничего сверхъестественного нет то есть даже можно что-то интересное делать если мы там выберем 400 воли на mount и она будет там в точности повторять вот эти вот формы которые были и мне кажется можно что-то интересного сделать но допустим вот так сделаю затем волюм дисплейс не ну и возьму давайте что-то что у нас может быть еще такое здесь такое с чем мы можем поработать допустим да пусть даже вот это например пусть даже вот это смотрим на этот дымок ну и тоже что-то интересное получается с чем можно в дальнейшем работать добавляю еще один волюм дисплейс новая текстура накидываю сюда например старую текстурь который мы уже использовали так выйти как-то еще и видоизменим неважно что угодно что угодно сюда накинуть вот что-то такое смотрим очень интересное облако которое можно поместить там на какой-то объект или просто вокруг ли можно взять сделать просто условно вокруг торуса вот такого вот мы просто опять же таки все все старое все что мы уже делали empty на что волюм применяем и у этого есть очень много различных вариантов сканта к развития этого инструмента так вот например 0 1 4000 но вот тут уже наверное просто нам немножко посильнее поработать над этим но вот смотрите какой интересный какой интересное такое вот облако вокруг получилось но мне кажется что в данной ситуации надо уже тогда менять немного силу давайте точнее размер не сила размер плотность можно уменьшить накинуть например еще один волюм дисплей с выбрать уже какую-то из тех текстур что у нас были ну и вот смотрите какой интересный эффект у этого получился но мы можем попробовать что-то более сдержанные я бы сказал но еще раз продублируем вот эту всю историю так силу мы увеличили но ждем 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 применится ли это все если не применится к сожалению меня все крашенцы я думаю вы что что вы понимаете что результат должен быть посильнее то что было чем то что было но давайте я нажму на паузу и посмотрим что из этого выйдет в общем вот такой вот вот такой вот дымочек получился прям что-то невообразимое но я думаю вы поняли то что я просто увеличил силы она вот таким вот образом сработал вот в целом на этом у меня все я даже растянул уже немножко это видео больше чем хотел но я думаю что вы поняли что это достаточно просто делать и легко контролировать саму форму там просто меняете ее как как мэш а потом уже просто все вот эти небольшие процедуры повторяете вот как я уже сказал я приложу оригинальную сцену под видео вот видео давно не выходило потому что я приболел немножко вывалился из этого графика вот но скоро на скоро на канале уже 2000 подписчиков будет и меня это радует всем большое спасибо конечно же я призываю вас как-то оценивать все вот эти старания если вам понравилось конечно же вот он это у меня все с вами был назарий всем спасибо всем пока